здравствуйте дорогие друзья здесь демитков юрий последнем видео я рассказал о том что начинаются веселые времена и так далее и там было много комментариев которые мне говорят слушай ну как то ты вот это самое рискуешь очень сильно всю котлету залез и так далее и так далее я хочу пояснить я хочу во первых да мне сказали что юра там должен пояснить что он срочный рынок это огромные риски маржин колы и так далее и так далее и так далее я действительно все это так я хочу немножечко сейчас пояснить что инвестировать надо без фанатизма возможно многие люди меня неправильно поняли дело в том что я там рассказал что я на срочный рынок срочно перевел там 45 тысяч рублей купил шорт и индекс ртс потому что я ожидаю что акции российских компаний будут падать а доллар расти к рублю вот то есть рубль тоже будет падать и они упали кстати с эти и акции и рубль упал все хорошо вот и я на остаток средств купил там по полной доллары фьючерс на доллары который должен расти он вырос естественно вот но мне сказали что это очень-очень опасно зачем ты такой рекомендуешь и так далее я хочу немножечко пояснить возможно мне люди неправильно поняли некоторые и я не на всю котлету входил давайте посмотрим давайте разберемся вот посмотрите вот инвестиции которые вот на текущий момент у меня на брокерском счете есть они здесь не в полной мере отражены потому что срочный рынок здесь не отражается но на срочном рынке я еще раз говорю у меня один индекс ртс шорт и один фьючерс на индекс ртс шорт это где-то в районе ста тридцати тысяч рублей и четыре фьючерса на курс доллара в лонг естественно там это самое 4 это четыре тысячи долларов вот и в сумме получается 130 плюс 64 24 плюс 240 где-то 300 в районе 400 тысяч инвестиции но как бы это хеджирование сейчас я объясню что это такое посмотрите вот мои инвестиции на текущий момент всего вы видите на сумму 709 тысяч 406 рублей это не 50 тысяч рублей не 45 это 709 тысяч чтобы ну было понятно да как бы вот теперь посмотрите что это за инвестиции доллар сша 15 процентов вот он доллар сша просто доллар сша куплен лежит в виде кэша 1640 долларов в виде кэша российский рубль в виде кэша лежит 59 тысяч где я буду сейчас разбираться где он лежит потому что его тоже на срочный ремонт переведу далее идет видите огромная доля это акции одной единственной компании американской компании файцер это крупнейшая фармацевтическая компания америки которая но недавно упала и я решил ее прикупить вот на низком уровне потому что там я не помню почему но честно говоря не очень удачно потому что она и дальше продолжила падать но ничего страшного я буду ее держать пока она не вырастет она должна вырасти файцер это крупнейшая компания почему она должна вырасти сейчас небольшая шуточка вот не воспринимайте это всерьез смотрите все инвесторы ну во-первых мужики а во вторых все инвесторы немножечко такие возрасте вот что такое файцер файцер это фармацевтическая компания крупнейшая одна из этих видов продукции которые выпускают файцер чем она значит все знают что файцер выпускает фиагру и вот эти вот инвесторы которые во первых мужики во вторых возрасте они будут нервничать у них все будет там падать и соответственно акции компании вырастут потому что они спрос на виагру будет расти вот ну это шутка конечно на самом деле кроме виагры пускать там файцер выпускает огромное количество всего-всего-всего-всего-всего недавно она следствует ну закупила еще какую-то компанию к себе но просто поглотила грубо говоря и там все будет нормально да и еще один момент так что у нас дальше тут идет минфин россии вот еще один момент смотрите когда я ездил в открытие и ну там обсуждалось тоже сказать что делать во время кризиса как там были вопросы задавали люди и что говорили аналитики аналитики говорят а во время кризиса падают в первую очередь акции технологических компаний потому что у них там все падает там еще какие-то акции падают но люди продолжают лечиться не не меньше чем обычно то есть здравоохранение падает ну менее подвержена кризисом отрасль здравоохранения то есть лекарства лекарственные средства и так далее это именно файца то есть можно воспринимать этот защитный актив вот это первая вторая значит отрасли которые менее подвержены это всякие пиво алкоголь грубо говоря это бодвайзер там какой-нибудь и моет хэнесси вот они тоже менее подвержены кризисным явлением ну и акции золотодобывающих компаний вот а ну и и и сами драгоценные металлы кстати вот поэтому файца далее минфин россии овоз выпуск 119 это рус 28 это не просто доллары это евробонд это доллары которые растут со скоростью там четыре процента годовых и все это без налогообложения потому что по государственной ценной бумаги вот далее смотрим или лили and company это американская компания то же самое это тоже американская компания тоже фармацевтическая тоже выпускает лекарства но немножечко другие лекарства там то ли для диабетиков или для гипертоников не помню вот но достаточно ну она такая небольшая очень маленькая компания вот она тоже недавно немножечко упала поэтому я решил купить час она плюсе то есть файтер у меня в минусе так хорошим ну как хорошим большая доля просто а или лили сейчас в небольшом плюсе там и доля маленькая дальше у меня идет распадская и вот это вот все в цвете это все акции российских компаний посмотрите посмотрите сколько у меня акций российских компаний до доллара но вы явно видите что меньше четверти портфеля это акции российских компаний вот большая часть смотрите доллар сша файтер вот это вот облигация плюс доллар сша это ну здесь явно больше чем четверть вот это фактически доллары файтер это и или лили это акции иностранных компаний все остальное акции российских компаний вот теперь смотрите какие риски есть государственные ценные бумаги акции российских компаний и вот оно вот что у меня есть опцион и фьючерс вот что это такое давайте посмотрим более внимательно на эти вещи посмотрите 15 опционов кол на евро доллар это на случай если доллар вдруг начнет обваливаться эти опционы ну 19 сентября насколько я помню и стекает срок их то есть до 19 сентября если доллар по отношению к евро опустится то эти опционы будут в деньгах сейчас они сейчас они не в деньгах вот то есть 15 штук но там сумма в эти опционы вложена всего 5000 рублей то есть это страховка от падения доллара вы видели сколько у меня в долларах и если доллар упадет то у меня опционы дадут плюс то есть это хеджирование это защита вот той инвестиции которая в валюте от падения это называется хеджирование вот теперь дальше фьючерс на доллар и минус один вы видите да это фьючерс на индекс ртс вот этот фьючерс и вот эти две инвестиции последние 4 фьючерса на доллар и на индекс ртс это защита от падения рубля вот теперь давайте вернемся сюда вы видите вот это вот часть активов фактически рублевая меньше чем 25 процентов и эти акции я не продавал я не хочу их продавать они куплены надолго но если они начнут падать по отношению к доллару то есть это рублевые активы а рубль начнет падать по отношению к доллару то я застраховал грубо говоря эти инвестиции от падения ничего больше то есть смотрите это не значит что я вот прошлый раз я сказал что блин все на срочный рынок перебрасываю деньги и там значит открыл шорт ртс купил значит фьючерс на доллар я не все туда деньги перевел друзья мои если смотреть в разрезе всех 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 инвестиций вы заметили да что все инвестиции вот только здесь 700 тысяч на срочный рынок 45 то есть даже если там все грохнется у меня на срочном рынке я не разорюсь вы понимаете да а там ну не может грохнется все потому что ну евро в доллару и так далее вот что я сделаю завтра завтра я буду ставить уже вот от этого от того чтобы не грохнулась буду ставить стоп заявки стопы потому что пока там без стопов пока там все открыто я ничего не закрывал и не собираюсь в общем-то до конца августа я планировал но стопы будут стоять и я стопы буду двигать соответственно чтобы ну застраховать себя от резких колебаний потому что вдруг там рубль очень резко укрепится я пока не представляю по какой причине но черт его знает вот ну набиулина резко поднимет ставку я не знаю что может быть ну я не представляю что это может быть на самом деле чтобы в настоящей ситуации рубль укрепился то есть я думаю что он продолжит падение и соответственно продолжит падение индекс РТС в смысле рубль продолжит падение продолжит падение индекс РТС ну по крайней мере в ближайший месяц вот такие рассуждения и да конечно фондовый рынок в смысле срочный рынок это очень очень рискованная вещь давайте я сейчас немножечко еще попытаюсь нарисовать вот все мои инвестиции видите да вот это 10% вот это вот срочный рынок у меня срочный рынок а вот здесь вот вот так вот оп оп вот это вот доллары вот это вот евробонд вот так вот долларовая часть которую надо захеджировать Вот это вот акции в долларах, а это акции в рублях. Вот какой частью я рискую на срочном рынке. И много ли я рискую? Ну, в общем-то, есть все основания считать, что рубль упадет. Поэтому, друзья мои, я хотел бы, чтобы вы понимали, что рисковать на срочном рынке надо не более чем 10% от своего капитала. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать на сегодня. Инвестируйте без фанатизма, чтобы вы правильно все понимали. Я надеюсь, что это видео будет полезно. Может быть, кого-то оно охладит. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий. До встречи.